Ну, видите как, моя тётушка, она тоже закончила Новосибирскую консерваторию. Закончила она её в 68-м году в классе выдающегося советского музыковеда Юзефа Геймановича Коно. Мне к тому моменту был восьмой год всего. Она часто бывала у нас дома и просто однажды случайно сказала родителям, услышав, как я интонирую, ты знаешь, у него абсолютный слух. И вот это вот многое решило, потому что после этого... Небрежно брошенная фраза. После этой небрежно брошенной фразы родители купили пианино, привели меня к нему, сказали, вот твой станок... На всю жизнь. Все игрушки отдаёшь сестре. Детство кончилось. И начались трудовые будни. Давайте на секундочку ещё приостановимся. Интонировали вы в каком музыкальном произведении? Вы пели, я так понимаю, какую-то песню? Да, я в детстве любил много слушать, во-первых, музыки и много петь. У нас полно пластинок было самых разных. И я вот там что-то такое напевал. Не помните, что это было за музыкальное произведение, которое изменило вашу цельбу? Помню, не помню. Как-то даже и не задумывался, что именно оно изменило. Но изменило вот это вот наблюдение тётушки. Но тем не менее, всё-таки, ни отец, ни мать музыкального будущего для меня не готовили. То есть для общего развития всё-таки? Отец у меня физик, мать фармаколог. И они, конечно, хотели, чтобы я избрал какой-то вот такой путь. Серьёзный аналитический путь. Я поступил в 22-ю общеобразовательную школу. Для Новосибирска это одна из лучших ведущих школ. У нас был математический класс. Мы учились в том числе и по заочной программе университетской ФМШ. Ну и вроде бы как-то вот... Путь был предопределён вроде бы. Да, во многом был предопределён. Но потом стали возникать сначала вещи, связанные уже с моим самоопределением. А потом ещё с чисто такими юношескими взбрыками, которые привели меня туда, куда в итоге и привели. Но это вы сильно вперёд забежали. Вы же не бросали занятия, правильно? Музыкальная школа была. Меня вот устроили в музыкальную школу. Мне очень повезло с учителями. Я попал сразу же к великолепному педагогу по сальфеджио и музыкальной литературе. Виктория Антонова Кривошеева. Я её помню, она всегда в моём сердце, она жива до сих пор. Иногда мы встречаемся. Вот тогда её уроки на меня произвели неизгладимое впечатление. С моим пианизмом это было не сравнить. Не потому что я плохо играл, но потому что там были очень жёсткие требования. Палочная дисциплина и необходимость запоминать. Учить точнее. А я в этом смысле был ужасно ленивый. И в третьем классе выяснилось, что я не знаю нот. Потому что учительница мне всегда проигрывала пьесу. Пока она играла, я успевал запомнить. А в третьем классе пьесы уже пошли посложнее. И всё не запоминалось. И надо было подбирать по слуху. И не всегда попадало. И вот выяснилось, что не знает басового ключа, не знает скрипичного ключа там, где дополнительные линейки начинают появляться. У меня начались двойки. И я уже, честно говоря, обрадовался, что сейчас у меня... Всё закончится. Да, отчислили. Но не тут-то было. Не отчислили. Не тут-то было, да. Потом я попал в класс Крини Глебни-Кусонской. Она работала на кафедре камерного ансамбля в Новосибирской консерватории. Это выдающийся педагог. Сейчас она работает в консерватории Петербургской. Всё ещё работает. Несмотря на возраст. И как-то вот она открыла для меня музыку с совершенно другой стороны. Мне это вдруг стало интересно. Зато я начал чувствовать, что теряю интерес к математике. Это было уже в одном из заключительных классов. То ли в девятом, то ли в десятом. Нам в очередной раз принесли какие-то задачи. Вот у нас сидел класс. Причём там отбор же ещё был жуткий. Нас 45 человек поступало в первый класс. Закончило 28. Представляете, какой был отец? Естественный отбор. Да. И вот решаем мы эту задачу. Решаем. Вот осталось только двое. Кто ещё решает? Я и мой сосед по парте. Ну решили, наконец. Вот я и буквально через секунду он. Я вот на него смотрю и просто удивляюсь. У него эмоции такие. Он счастлив. Он решил. Я так думаю, что же у меня-то внутри никакого отклика совершенно. Ну решил, решил. Так я подумал тогда, может быть, впервые в жизни. На известность, в общем-то, никто и не ставил. Уже там чувствовали себя взрослыми, самостоятельными. Самостоятельными, влюблялись там, планы на жизнь строили. Всё это как обычно. В группе музыкально играли? Нет, в группе не играл. В школе не было группы. Просто не было. Была бы, играл бы точно. Ну, а дальше случилось, в общем-то, то, что является такой знаковой случайностью. Потому что, видите, когда я закончил школу, по сравнению со своими одноклассниками, я оказался в очень привилегированном положении. У меня был полностью пятёрочный аттестат. У меня был папа, который на тот момент был членом президиума Сибирской академии наук, Сибирского отделения академии наук. Мне достаточно было прийти в любой технический вуз, включая университет, назвать фамилию, и мне бы сказали, ты уже поступил. Но я так не мог, потому что на меня бы пальцем показывали, понимаете? Единственное вуз, куда надо было идти, пробивать головой стены и так далее, это была консерватория. Я туда и пошёл. Поступать на теоретико-композиторский факультет. Правда, геройства в этом, конечно, никакого не было, потому что тогда экзамены в консерваторию были в июле. И если бы я не поступил, то в августе я бы совершенно спокойно поступил в любой технический вуз. Запасной вариант оставался. Запасной вариант оставался, конечно. Но вот получилось так, что поступил. Поступил в группе, по-моему, по баллам. Четвёртым или пятым номером нас поступало, принимали 20 человек. Вот я оказался в консерватории. А вы не помните, кто в этой плеяде был поступающим? Ну как, я, конечно, помню. Более того, я себя чувствовал настолько не в своей тарелке. Во-первых, все ребята были старше. Я поступил, мне 17 лет было. А тогда в консерваторию поступали после музыкального училища и десятилетки. Это были ребята, ну, минимум 19, максимум 21 года. Вот так вот получилось, что я в 22 года получил диплом об окончании, а кто-то в 22 только поступал. Это с одной стороны. С другой стороны, я в училище не учился. Я закончил при консерватории школу педпрактики. То есть просто прошел курс в училище так, как его могли преподать студенты подопытному кролику вроде меня. То есть моими учителями были студенты консерватории. Вот. Ну и самое главное, я когда пришел, увидел, поступая от ребят, у того красный диплом, у другого красный диплом. И у меня на листочке вот такое вот написано, что окончил полный курс. В общем, конечно, было тяжело. Тяжело было и то, что я привык мыслить по-другому. Я совершенно не понимал иногда, о чем спрашивали на семинарах. Так. Вот. Работала у нас, с нами точнее, Нина Ивановна Головнева. Вот тут есть консерваторцы, знают, о ком идут речь. Вот по моим конспектам, к ее семинарам, готовился весь курс. Всех спросят пятерка. Меня как не спросят, у меня двойка, стабильная. Я не понимал, о чем она спрашивает даже. Но потом как-то все более или менее пришло в соответствие. Хотя я еще раза два пытался уйти из консерватории, потому что в какой-то момент вдруг что-то ёкнет. Но ты же мог. Еще не поздно наверстать. Еще не поздно, да, свернуть с этой дорожки. А сверхзадача вот на старте какая была? Все-таки теоретик в какой-то степени это аналитик. Это, с одной стороны, человек, который разбирается в прошлом, но, с другой стороны, готов и готовить нынешнюю правду жизни, так сказать, музыкальную правду жизни. Вы уже чем-то таким занимались в своей жизни? Нет. На тот момент, конечно, ничем я не занимался. Но выбор был сделан именно в пользу теории. Я именно теоретиком себя и представлял. Поэтому я занимался очень целеустремленно, какие бы внутри бури не бушевали. Ну а потом, видите, мне очень сильно повезло с педагогом во второй раз. На первом курсе меня распределили по гармонии на индивидуальное занятие к Александру Павловичу Минтюкову. Он тогда был таким 30-летним красавцем, молодым педагогом. И, как всем молодым педагогам, всегда сливали отстой, что называется. На испытания. Да, какое-то образование не очень академическое. У кого там со способностями похуже, еще что-то. В общем, я оказался у него. Мы очень быстро нашли общий язык. И он сразу же мне сказал вещи. На тот момент в советском вузе, да еще в творческом, где все зависит от мастера и все подмастерья ходят так вот и только молятся на него. Он сказал вещи почти невозможные. Он сказал, первое, никогда не подражай мне. Я плохой пример. Второе. Подражание будет всегда хуже, чем оригинал. Поэтому, что бы ни случалось, будь самим собой. Если тебе не хватает того, что говорю я, иди к любому и спрашивай все, о чем пожелаешь. Никаких репрессий, косых взглядов или каких-то обид с моей стороны не будет. Ну, вы проверили, это декларация была или правда? Да, это была сущая правда. Потому что, когда я потом на третьем курсе был распределен к нему в класс по специальности, занятия у нас всегда начинались очень интересно. Не с первого сентября, а где-то так с 25 октября примерно. К этому времени я его успел поймать где-нибудь в коридоре. Он всегда так удивленно смотрел, как ты все еще здесь? Что тебе надо? Расписание надо? У него тут же портилось настроение. Он говорит, слушай, ну давай об этом потом поговорим. Но зато потом, когда он меня находил, у него был листочек, где совершенно четко было написано. Вот к такому-то числу напишешь курсовую, вот к такому-то доклад. В таком-то городе, в таком-то месяце будет такая-то конференция, поедешь туда, тебя там, конечно, ощиплют, но тебе полезно. Я тебе напишу рекомендательное письмо, а он был в Московской консерватории, к кому-нибудь там из метров, поговоришь, покажешься, тебе советуют много умного, приедешь, повнеешь. И так вот каждый год. Поэтому я понимаю, что это не для всех, потому что большинство не были готовы к такому обучению. Нужно, чтобы с ними занимались каждую неделю, регулярно, читали их тексты, правили ошибки и все такое прочее. Но у нас вот был вот такой вот по-настоящему свободный творческий диалог, и он здорово, знаете, это вот типичное заблуждение. Потому что изначально музыканская профессия, всякая музыканская профессия была мужской. Это было все связано, допустим, ну, с той же традицией католического пения церковного. Кто пел? Женщин не допускали. Именно мужчины, да. Само слово консерватория итальянского происхождения обозначает именно консервацию, то есть приют для нищих молодых людей с хорошими вокальными данными и музыкальными способностями. Из них готовили певцов, вокалистов, которые пели вот в церковном хоре. Первый такой революционный переворот в консерваторском преподавании произошел вместе с революцией 1789 года во Франции. Тогда вот Парижская консерватория стала консерваторией революционного победившего народа. Принимать девиц? Нет, нет. Принимали по-прежнему лиц, в первую очередь, мужского пола, но консерватория стала учреждением столь же образовательным, сколь и пропагандистским, потому что были поставлены совершенно другие задачи. Консерватория должна была пропагандировать ценности нового мира, которая несла в себе вот эта самая французская революция. И французы, понимая, что после вот этого якобинского переворота все первореволюционеры передерутся, как пауки в банки, и поуничтожают друг друга, что и случилось на самом деле, сделали умнейший ход, пригласив первым директором Парижской консерватории итальянца по фамилии Керубини, может быть, знаете такого композитора. Вот он был первым директором Парижской консерватории. Третий революционный такой переворот в консерваторском образовании сделал Феликс Мендельсон. Вот немецкая консерваторская школа, немецкие консерватории, берлинская консерватория, например, да? Вот. Всего вот это вот образование, вся эта система образования, структура обучения, система предметов, количество лет обучения, все на свете, все это было точно скопировано первой императорской консерваторией в Санкт-Петербурге, затем второй императорской консерваторией в Москве через шесть лет, по-моему. А потом, в конце 19-го или в самом начале 20-го века, сейчас боюсь уже ошибиться, в России возникла первая провинциальная консерватория в городе Саратове. Так что в советский период Россия вошла с тремя консерваториями. Вот так вот, собственно, все это и началось. Так что консерваторские специальности, музыкантские, это специальности мужские. Женскими они стали лишь постольку, поскольку нужны были оперные певицы и хористки первоначально. А уже потом, начиная примерно с эпохи ранней эмансипации, самым ярким представителем которой является Клара Шуман, супруга того самого Шумана, началась сольно-концертная исполнительская карьера женщин. И на типично мужские специальности стали поступать дамы. Ну а в Советском Союзе почему все пошло наперекосяк? Да потому что постепенно стало ясно, что эта профессия не кормит. Поэтому получать ее мужчинам в массовом масштабе никакого смысла не имеет. Лучше стать инженером и приносить твердую зарплату, чем стать исполнителем в филаре. Я представляю, как там ваша девушка говорит, Костя, ну надо уже заняться чем-то серьезным, потому что тебе же семью кормить скоро. Моя девушка студентка консерватории дома. Она просила, вот когда ты окончишь консерваторию, напиши обо мне. Нет, написать она обо мне о себе не просила, но тем не менее, да, вот как-то так оно обычно и происходит. На будущее мирилось. Вы уже в то время определились со своим специалитетом, что ли? Что вам было интересно? И совпало ли оно с теми ожиданий, совпали ли с практикой, так сказать? Вот я не знаю, барокко или современная, какая-нибудь авангардная музыка? Ну вот вы мыслите сейчас как историю, эпохами барокко, романтизм, классицизм, 20-е века. Меня интересовали теоретические проблемы. Проблемы звуковысотности, проблемы упорядочения звукового мира, проблемы соотносимости музыкального порядка с тем порядком, который описывается языком математики, например. Меня интересовал вот этот вот комплекс проблем. А что касается исторических тем, то меня, конечно, интересовала современность. Как советская, так и зарубежная. Но вот сейчас, если даже судить по дипломным работам и диссертациям, которые были написаны в моем классе по специальности, то это на 80% музыка 20-го века. Да куда уж там далеко ходить, вот здесь вот прямо значится совершенно странное для нынешнего ректора консинатории название, да? Ну, мифологемы бунта в музыкальной культуре Новосибирска 70-х, начала 90-х годов. Любопытно, но есть ведь еще где-то здесь и о рок-н-ролле. Вот он, да? Заметки о новосибирском рок-н-ролле 80-х годов. Как вам такое позволяли? Ну, как официальному лицу, пусть тогда еще не ректору. Да вот вы знаете, по-разному иногда не позволяли. Да? Да. Дело в том, что когда я стал задумываться о каком-то таком серьезном научном обобщении опыта новосибирской музыкальной культуры, то встал вполне резонный вопрос. Но вот если взять ту часть музыкальной истории, которая прошла перед моими глазами, вот с того времени, когда я уже мог сознательно оценивать, что происходило, вот что запомнилось, что было ярче всего, при всем уважении, что были и другие направления в развитии музыкального искусства, другие жанры, другие фигуры, другие музыканты. Но вот самое яркое, вот самое яркое концентрировалось на двух полюсах. Один полюс был связан с остановлением в Новосибирске собственной симфонической школы и в первую очередь это было связано с именем Аскольда Федоровича Мурова, выдающегося композитора, которого, ну я думаю, история еще оценит и не раз. И второе направление, оно было связано с тем, что очень жестко и конфликтно противостояло, причем противостояло муровской концепции симфонизма не только в творческом плане, но и в плане теоретических обоснований, потому что рок-музыка 80-х годов это не только подпольные концерты или там какие-то шабаши в ДК имени Чкалова, там чаще всего это происходило. Это еще и внушительный набор текстов, в которых эти люди пытались сформулировать свое отношение к жизни и к искусству. Причем я бы хотел сразу предостеречь это одной вещи. Не надо думать, что на одном полюсе были великие интеллектуалы, а на другом полюсе были какие-то озлобленные недоумки. На самом деле все гораздо сложнее, потому что в область рок-музыки и рок-движения протестного в 80-е годы было выдавлено, буквально выдавлено огромное количество талантливой молодежи, которая не нашла себя в том обществе, не была понята, не была поддержана соответствующим образом. Поэтому они искали выход собственной энергии в тех формах, в которых только и можно было проявить, у них просто не оставалось других вариантов. Так что вот конфликт вот этих вот двух концепций, двух миров музыкальных, вот он меня как раз тогда и заинтересовал. Но вот должен сказать, что первый раз я эту диссертацию защитить не смог. В Московской консерватории мне прямо сказали, зачем вы занимаетесь вот этим? Ну это же как бактерии, понимаете? Их нужно изживать. Их нужно, да, изживать. Но я тогда сказал, ну понимаете, вот этими бактериями, как эпидемией, поражен весь мир. Вот на ваш концерт симфонии новой сколько человек придет в камерный зал имени Рахманинова? В маленький такой. Ну человек 80. А вот на стадион этого мальчика, который даже на гитаре играть не научился, то есть на концерт этого мальчика, придет полный стадион народу. Вы чувствуете коммуникативную разницу? Между тем, что донесет он до своих слушателей, и что донесет и вы. Я понимаю, что содержательно это будут два разных мира, их нельзя оценивать. Но нельзя проходить мимо того, что вас не понимают, а его понимают. Может быть очень своеобразно, но понимают. Ну на том и разошлись. Поэтому диссертацию я защитил в Санкт-Петербургском, точнее он не так называется, он называется Российский государственный педагогический университет имени Герцена в Петербурге. Причем защитил на той кафедре, которую создал, наверное, самый выдающийся философ советского времени, Самуим Моисеевич Каган. Вот я защитил работу на той кафедре, защитил ее очень успешно, с очень серьезной дискуссией такой на защите. Но я сразу же понял, что там другое отношение просто. В коем случае нельзя считать бактериями. Вообще никогда нельзя относиться к объекту изучения с высокомерием. Ни в коем случае. Это ты приходишь к нему узнать то, чего не знаешь. А они сразу гонят. А, и ты из консерватории свободен. Совершенно верно. Так оно обычно и начиналось. Но потом, видите как, здесь был ряд превходящих обстоятельств таких, которые в общем в жизни музыканта часто являются помехой. Я тогда согласился стать секретарем комсомольской организации консерватории, ну потому что выбора не было. Я познакомился с массой интереснейших людей, которые в то время были в нашем обкоме комсомола. Все, кстати, на сегодняшний день крупные фигуры, или в бизнесе, или в каких-нибудь других структурах. А кто, с кем рядом работали? Ну, кто там рядом был? Ну, например, рядом был там такой Саша Савин. Он был руководителем лекторской группы обкома. Там был такой... А ты не стал директором филармонии? Савин? Нет. Савин не был директором. Назимко был директором филармонии. Назимко тоже был в этой структуре. Вот, да. Но он интересовался джазом больше. Он там вот в основном бывал. А вот Савин, он на тот момент был, наверное, самым эрудированным человеком в этой области, потому что к нему в руки стекалась масса информации. Причем часто из таких источников, о которых мы даже мечтать не могли. Ну, например, какие-нибудь англоязычные тексты откуда-нибудь там появлялись или что-то еще. Лев Назаров, выпускник нашего университета, он фактически собрал уникальный архив всего того самодеятельного рок-творчества, которое на тот момент накопилось. А здесь были десятки групп. Вы не думайте, что был один Калинов мост или там какая-нибудь гражданская оборона. Их десятки были. Вы с ними были знакомы? Почти со всеми. Почти со всеми. Вот я смог войти в этот круг, познакомиться с этими ребятами. Но это же предполагает не только философский подход, но и некоторый образ жизни. Ну, видите как, курить косяк с ними никто не заставлял. Но хотелось. Да нет, я так думал, лучше им больше достанется. Поэтому тут как бы все в этом смысле было нормально. Но было интересно. Было интересно понять, почувствовать, что это за люди. И задача-то как стояла? Было видно, что это не какая-то такая вот раз и навсегда застывшая ситуация. Что в этой ситуации все время что-то происходит. Надо было понять, как она эволюционирует и чем она закончена. Ну и постепенно стало ясно, что из протестного такого поистине жертвенного отношения к этому искусству, они считали это не просто искусством, а образом жизни, религией своей считали, собственно говоря. Постепенно из нее вот эти вот моменты дионисийской веры, они стали уходить, потому что стали размываться коммерцией. И постепенно вот этот вот коммерческий дух, он, конечно, переломил идеологию рок-движения. Чем и поставил на ней большой крест. Я знал некоторых президентов рок-клуба, но вот я не знал Леоню Вольфовича, но, скажем, с остальными-то общался и довольно часто, довольно часто общался. А сейчас вы выходцев из того движения поддерживаете? Ну, например, вот по увековечиванию памяти Янки Дягилева. Но вот здесь я был и остаюсь категорически против этого. Почему? Несколько аргументов. Вы были с ней знакомы? Да. Первый аргумент связан с мировоззрением этих ребят. Главный лозунг у них знаете какой был? Какой? Катись, Бетховен. Они могли бы подписаться под строчкой Маяковского. Вот это вот. Мне наплевать на бронзы многопудия. Мне наплевать на мраморную слизь. Они писали музыку, потому что они дышали ей. Это для них было естественно. Это было для здесь и сейчас. Не для веков. Не для потомков. Это был их совершенно искренний такой почти подростковый протест против всего того, что они видели вокруг себя и с чем не могли смириться. Я представляю, тогда бы Янке сказали, слушай, Янка, вот после того, как ты умрешь, через несколько лет те мемориальную доску слепят. Представляете, что бы она ответила? На трехэтажном таком, поэтическом. Вот. То есть, само вот такое действие для мировоззрения этих ребят. Но это так же нелепо, как если бы поп читал лекцию по научному атеизму. Понимаете? Несовместимое дело. Второй момент. Янка была очень талантливой девочкой. Если бы ее нормально учили и развивали, из нее вырос бы большой поэт. Я в этом абсолютно уверен. Но ничего этого не случилось. Повесить человеку доску только за то, что он погиб при странных обстоятельствах и был талантливым ребенком, ну, согласитесь, это как-то не совсем правильно. Пожарили бы родители. Просто. Ну и третий момент. Янка жила в маленьком деревянном домике. Я даже не знаю, сейчас он еще стоит или не стоит. Стоит, да? Сколько он еще простоит? Куда потом денут эту доску? Этот кусок земли уже продан. Там будет очередной офисный центр скоро. Зачем это надо было делать? Это была чистая пиар-акция людей, которые заботились о себе. Это была чистая пиар-акция людей, которые не могли сказать ни одной строчки, ни из одного стихотворения Янкой написанного. Понимаете? Другое поколение, другие дела. Короче говоря, за этим за всем, ни искреннего уважения к этому человеку, ни искреннего уважения к памяти этого города и людей, которые в нем жили, творили, любили, страдали, умирали и так далее. Ничего этого нет. Вот для меня это все противно. Не могу я этого признать. Вот это вот борьбы 70-х, 80-х, 90-х, вот этого всего рок-движения. К сожалению, часто так бывает, ставишь пластинки, которые, ну не пластинки, магнитные записи, или там даже пластинки, которые бесконечно нравились и казались открытием в юности, а слушать их неловко. Ну думаешь, ну парни, ну что же так вот? Ну, во-первых, понятно совершенно, что каждая эпоха обладает своей разновидностью, какой-то такой вот детскости, наивности что ли. Та эпоха творилась людьми в высшей степени наивными. Эти люди пели, сочиняли, работали зачастую потому, что они страдали. И это был их естественный выбор. Это были не политики, это были не архитекторы будущего, это были не какие-нибудь там революционные трибуны. Это были просто наполовину дети, озлобленные, брошенные системой, не нашедшие там своего места, имевшие очень часто глубокий конфликт в семье, со сверстниками, с кем-то еще. Поэтому, естественно, и мысли у них зачастую были наивны. Но интересно-то это было именно потому, что искренность за всем этим стояла просто сумасшедшая. Эти люди как умели исповедовались этим творчеством. Истязали себя искренностью. Может быть и так, да. Поэтому это все так и звучало на тот момент. Это была, конечно, поколенческая культура. Пришло следующее поколение, у них другие ценности. Они смотрели вот на этих своих, бывших, предшественников, уже как на сумасшедших. А что они там орали-то? Ну, это была уже другая эпоха. У тех была своя наивность. Насчет социального лифта, это вы, конечно, сильно загнули. Понимаете, если бы у меня было желание двигаться по карьерной лестнице, я бы, наверное, не совершил такое количество ошибок в жизни, которые я совершил. А вот об этом поподробнее. Ну, во-первых, я бы не стал заниматься этой темой. Зачем? Были пути полегче. Были пути полегче. Причем, ну, такие пути очевидные, на которые просто подталкивали. Но мне хотелось другого. Я любил, люблю и продолжаю любить исследовательскую работу. Вот это главный интерес в жизни. Причем, это не просто любопытство удовлетворить. Хотя этот момент, конечно, в деятельности любого исследователя порой доминирует. Важно понять закономерности этого мира. Расширить какую-то такую зону бытия, в которой ты себя чувствуешь более или менее уверенно. Потому что понимаешь и можешь предсказать какие-то шаги тех объектов, изучением которых занимаешься. Вот это вот был основной интерес. Вот это основной интерес был. Партийная карьера меня не привлекала. Я себя там не видел никогда. Ну, а что касается ВУЗа, то тут... Какой был Ваш следующий шаг? Следующий шаг. Начиная с чего? Вот Вы защитили свою работу. Сложную, мучительную. Начнем с кандидатской. Нет, ну с кандидатской все было проще и сложнее одновременно. Потому что, опять же, это было другое время. Это были другие люди. И я, когда в 1982 году консерваторию закончил, пришел на работу, в первый же день меня вызвал тогдашний проректор по научной работе, к сожалению, ныне покойный Аркадий Георгиевич Михаленко, выдающийся полифонист и исследователь. И очень талантливый администратор. Он читал у нас курс полифонии, причем блистательно читал. Обычно на полифонии люди спят, а у нас после полифонии народ с энтузиазмом бежал в читальный зал сочинить какой-нибудь контрапункт по слуху. Это же надо было уметь так завести. И Вы в том числе? И я в том числе, конечно. Ну вот он меня вызвал и говорит, знаешь, тут пришло какое-то конкурсное место из вне искусствознания. Поедешь поступать в аспирантуру. Я говорю, а когда? Говорит, завтра. Так я же не готовился. Ну ты поступишь. Я говорю, а если не поступлю? Он говорит, ну меня посмотрел, у меня очки так на нос. Я говорю, уволен. Пришлось оправдать доверие. В общем, поступил я в вне искусствознания. Тогда в Советском Союзе. Это был самый крутой научно-исследовательский институт по нашей специальности. Поступил в класс выдающегося музыковеда Марины Дмитриевны Сабининой. Которая очень многому меня научила и в жизни, и в профессии. Это была абсолютно другая школа, диаметрально противоположная той, которая прижилась в Новосибирске к тому времени. Но это были очень трудные и очень радостные годы, потому что, во-первых, работа была изнурительная просто. Требования наивысшие. Ну и интересное общение, потому что человек был не только эрудитом, не только в той, в советской действительности, выездной, объехавший весь мир. Но еще и свободно говоривший на пяти языках. А вы? Ну, к сожалению, только русский и английский. Уже немало. Ну, как-то с ней было очень интересно. Очень интересно. Ну и потом поступать было трудно. Трудно было поступать, потому что я действительно ехал поступать без подготовки. Потому что на первом же экзамене я не знал правил игры. Я знал только одно, что должен был быть один общий вопрос и три локальных вопроса, один из которых по рефературу. Беру свой билет, в коммерче, в таком, все подписано. Три общих вопроса, ни одного по рефературу. Смотрю, сидят мои конкуренты. Я не знал, что можно выходить в читальный зал. У них у каждого по стопке литература. У меня листок бумаги и ручка. Меня первым выталкивают отвечать. А комиссия, здесь вот музыканты сидят, поймут, кто комиссия. Шахназарова, Нестев, Либман. Представляете, вот таким людям. Но ничего. Ответил. Ответил. Очень тяжелый был экзамен по истории партии. Вот это вот тоже страшная была вещь. Это самое главное, между прочим. Дело в том, что, видите, я сдавал этот экзамен в день после похорон Брежнева. До этого неделю все библиотеки в Москве были закрыты, как и другие присутственные места. В центре вообще метро работало только на пересадке. Выйти было невозможно. Но вот должен сказать, что тогда в консерватории работал выдающийся историк и педагог Людмила Александровна Ушакова. Вот она так умела научить этому предмету, который, в общем-то, считали и рутинным, и догматичным, и неинтересным, и вообще профессионалам не нужным. Я думаю, что мне вот этого запаса знаний вполне хватило. Причем мне попался билет с пражской конференции меньшевиков. Вот сейчас спроси кого, наверное, никто не помнит. Я отвечаю, а передо мной сидит экзаменатор. Вот древний-древний дедушка, и вот таким дрожащим голосом говорит, молодой человек, откуда вы это знаете? Вы не должны этого знать. Ну, любопытно, вот расскажите. Ну, я вот ему рассказываю, что учился там-то и там-то, плюс у меня сосед был старый большевик с огромной библиотекой, с той литературой, которая в наши времена уже отсутствовала полностью. И вдруг он мне говорит, а вы знаете, я ведь узкий специалист по пражской конференции меньшевиков. Я думаю, все, сейчас завалят. Но он не стал больше ничего спрашивать, поставил пятерку, и все. Экзамен по английскому в московской консерватории мы уже сдавали. Я к нему вообще не готовился, потому что у меня сестра-переводчик. Мы перед этим недели-две дома разговаривали только по-английски, и этого хватило. Шпаргалки я делал всегда. Правда, пока я их делал, я успевал все выучить. Но в кармане всегда лежало. После того, как выходил, отдавал коллегам, ну и все на этом заканчивалось обычно. А если сейчас к вам в кабинет приводят нерадивого студента или студентку, и говорят, что вот она или он были пойманы за передачей шпаргалки, вы что с ними делаете? Вы знаете, заставляю пересдать. У меня был случай, я был еще молодым педагогом, году, наверное, в 85-м. Но тут предысторию тоже нужно знать. Дело в том, что, видите, в консерватории есть такое задание, «В конце курса полифонии студент обязан написать учебную фугу». Это такое сочинение, ну где-то от полутора до трех, до четырех страниц, трехголосное, с контрапунктическим и свободно имитационным развитием материала, со всеми вот такими вещами. Обычно никто писать не торопился. Но у нас на курсе писали фуги вот я, да вот Андрей Владимирович Попов, да по-моему, все. Пока вот, пока шла летняя сессия, мы ходили пьяные и чесались от диатеза, потому что фуга стоила бутылку сухого вина и шоколада. Но мы написали десятки этих фуг, и вот, представляете, я уже работать начал. Ко мне приходит студент сдавать полифонию, приносит мне мою фугу. А вы ему говорите, за нее уже было уплачено. Да нет, я бы тебе поставил три, но я поставлю два, причем я ставлю себе, потому что это моя фуга. Вот, заставил его написать свою. И как она лучше получилась, чем ваша? Ну, не лучше, но во всяком случае он понял, чем отличается реальный ответ от тонального ответа. Ну, это значит, что вы, в общем-то, помните те произведения, которые написали, пусть и в таких странных обстоятельствах. Вы их сейчас иногда исполняете? Нет, зачем? Ну, мы вас приостановили на той точке, когда вы приехали получать новый багаж знаний. Вы, конечно, сдали успешные экзамены. Что было потом? Ну, потом была повторная переэкзаменовка у Сабининой, потому что к ней в класс рвалось человек пять. Вот, это ее сильно напрягало. И она всем назначила по три часа времени, пригласила к себе в свою московскую квартиру на Садовом кольце и устроила каждому трехчасовой экзамен по полному курсу истории музыки, плюс полчаса разговора на иностранном языке. Потому что она всегда говорила так. Мне не нужен аспирант, которому я буду переводить иностранные работы. Выжил я один. Больше она никого не взяла. Ну и потом было три интереснейших, увлекательнейших года работы на диссертации. Это у своей тетушки в Москве, вот у той самой, которая закончила консерваторию, потом она работала в Москве как музыковед. Мне почти каждую ночь смылся этот проклятый Новосибирск. Я готов был по шпалам идти домой. Вот меня все время тянуло сюда. Дискомфорт был страшный. Я просто ждал, когда я в конце концов сдаю этот последний экзамен, покупаю билеты и отправляюсь обратно. Как-то вот это вот оказалось, что это город моей судьбы. Хотя вообще родился я в Томске. Но Томск не помню, потому что меня увезли. Рано вывезли. Да, очень важно. Я понимал, что это в первую очередь громадная ответственность. Громадная ответственность за сохранение вот того культурного наследия, которое здесь смогли до меня создать вот эти вот 3-4 поколения людей, которые учили моих старших товарищей и родственников, у которых учился я. И дальше уже сам учил, готовил каких-то студентов. Это очень многотрудная вещь. Если кто-то скажет, что управлять вузом легко... Бросьте в него чем-нибудь тяжело. Я ответил на этот вопрос по-другому. Вот за эти 10 лет ректорства моего, жизнь в стране настолько круто изменилась. Сменился закон об образовании. Сменились государственные образовательные стандарты. Сменились критерии и порядок аккредитации, аттестации и лицензирования образовательных программ и учебных заведений. Руководители отрасли поменялись несколько раз. Доллар вырос, рубль упал. Финансирование из более или менее скудного превратилось почти в нулевое. Много чего произошло. В этих условиях первая и наиважнейшая задача, с которой, я думаю, опять же, не по моим заслугам, а по заслугам нашего коллектива. Коллектив Новосибирской консерватории – это сильнейший коллектив. Мы не уронили качество подготовки специалистов. Вот по всем рейтингам, по всем средствам объективного контроля, работа наших профессоров – это работа высшего класса. Вот главное, что мы не утратили, а даже в чем приросли – это в качестве подготовки специалистов. Но начнем с последнего. То, что приезжих издалека сразу видно, это понятно, потому что в основном побеждают наших. Но побеждают не потому, что тут стены помогают, или жюри такое добренькое к своим. Здесь очень сильные исполнительские школы. Очень сильные. Единственный конкурс, о котором говорят в противоположном смысле, но говорят совершенно несправедливо, и говорят дилетанты, это международный скрипичный конкурс, который патронирует наш выдающийся скрипач и заведующий кафедрой струнных инструментов Захар Брон. Он набирает студентов повсюду, со всего мира. Там и японцы, и швейцарцы, и наши бывшие соотечественники из Армении или из каких-то других республик. И дети наших бывших преподавателей, которые учились когда-то на нашей скрипичной кафедре, много кого. И зачастую бывает так, что эти ребята действительно подготовлены лучше. Но там и специалистам быть не надо. Это сразу слышно. Потому что уровень Брона, это уровень Брона. К нему надо стремиться, понимаете? Задача превзойти не стоит. Хотя бы достичь. А что касается остальных конкурсов, то да, можно совершенно четко сказать, что наши ребята подготовлены зачастую не просто хорошо, а очень хорошо. Но отсюда и результаты. Отсюда и результаты. Что касается зала и всего на свете. Единственный полноценный, так сказать, настоящий орган нашего города. Мы руки не опускаем, ни в коем случае. С министерством идет постоянная борьба, именно борьба за выбивание денег, не жалких подачек в несколько миллионов, а крупных сумм, которые необходимы для того, чтобы консерваторию восстановить. Я ведь бываю в разных местах. И у меня иногда складывается представление такое, что для многих чиновников Россия это вот то, что находится внутри Московской кольцевой автодороги. Посмотрите, что творится в Самаре. Руины. Посмотрите, в каком состоянии находится, допустим, Екатеринбургская консерватория. А там выдающиеся люди работают. Денег ни на кого нет. Ни на кого нет. Но чтобы вывезти оркестр Гергиева, допустим, в Лондон, на это деньги находятся. Но если он один раз в Лондон не выведет, этой суммы хватит, чтобы консерваторию восстановить. От фундамента до конька крыши. Понимаете? Вот такие это расходы. Это, по-моему, десятка, полтора или два пианино. Это самые лучшие оркестровые инструменты. Уникальная вот эта вот американская оркестровая арфа. Маримба у нас уникальная. У нас лучшие ямаховские литавры. У нас лучшие ямаховские валторны. У нас шрайберовские фаготы. У нас там, я не знаю, ямаховская флейта пиккола. Какой нет даже в оркестре у каца. Понимаете? Мы начали оснащать оркестр. И у нас оба студенческих симфонических оркестра вот за эти годы стали лауреатами международных конкурсов. Потому что они звучать стали по-другому. То есть, все, что можно сделать, делается. Но этого недостаточно. Потому что десятилетия в консерваторию ничего не вкладывалось. И теперь вот такими маленькими дозами мы не нагоним этот разрыв. Разрыв будет все равно увеличиваться. Нужны радикальные, серьезные инвестиции, за которые сейчас вот и идет борьба. Как на уровне региона, так и в разговорах с губернатором, так и в федеральном министерстве культуры. Поповерьте, там тоже сидят люди несентиментальные. И куда потратить деньги, найдут и без глазаний своих студентов и аспирантов. Во многих случаях бывает так, что именно эти люди, работая над своими темами, приносят ту информацию, те источники, ту литературу, те документы, до которых у меня бы у самого, наверное, руки бы и не дошли. Ну, например, два года назад закончила Юля Шнайдер. Закончила с интереснейшей темой, посвященной Ивану Ивановичу Савертинскому, который умер в Новосибирске в 43-м году, который был ведущим специалистом и художественным руководителем Ленинградской филармонии. Так вот, оказалось, что его историческая миссия была значительно шире, потому что фактически на Савертинскому была возложена труднейшая миссия доказать большевистскому правительству необходимость балета для социалистического государства. Когда мы начали работать, я ее отправил в ЦГАЛИ, это Центральный государственный архив литературы и искусства. Находится он в Санкт-Петербурге. И представляете, как нам повезло. Она нашла архив протоколов и прочих материалов художественного совета балета при Кировском театре с 1928 по 1937 год. Почему такие годы? Понятно, потому что в 1928 началась эта дискуссия, после Гражданской войны встал вопрос, что делать вообще с бывшим императорским театром? Куда девать балет? Все есть хотят. Это искусство не соответствует требованиям пролетарской революции. Что делать? Сбросить с борта корабля истории? Или все-таки преобразовать? И вот тогда начался очень длительный процесс выработки эстетических и технологических критериев советского балетного жанра. Только после этого появился и Красный Мак Глеера, и Асафьевское пламя Парижа, которое вы сейчас можете увидеть. Раньше здесь его никогда не показывали. А что касается Ромео Джульетты Прокофьева, это уже гораздо позже. А Спартак Хачатуряна, так это уже после войны. Понимаете? Но вот был период работы незаметной, подспудной, очень нервной, в которой участвовали и Савертинский, и Шостыкович, и Лопухов, и еще целый ряд выдающихся деятелей Советского музыкального театра, который был полностью скрыт в этих архивах. До нас, с 1937 года, рука не касалась этого дела. И не касалась она по одной простой причине. Потому что в 1937 году была разгромлена Бухаринско-Томско-Рыковско-Троцкистская оппозиция. Соответствующие персонажи расстреляны. Органы управления культурой переименованы. И все дела, которые там велись, были сданы в архив и преданы задвению. Вот только сейчас мы все это вытащили. Так это вообще открытие. То есть... Работа не остановилась. Работа не остановилась. Хоть в Петербурге, хоть в Новосибирске, тираж которой превосходил бы 500 экземпляров. Если работа расходится, ну, иногда бывает так, что тираж допечатывается. Но это бывает крайне редко. Системы такого централизованного распространения книг долгое время в постсоветской России не было. Когда был Советский Союз, все было организовано как часы. Мы точно знали, что где-то в конце марта надо прийти в наш славный дом книги, попросить каталоги ведущих издательств, которые к этому времени на очередной год уже туда приходили, и сделать заказы. Эти книги никогда не лежали в массовом таком доступе. Но профессиональная система распространения работала как часы. Плюс к тому, вы, наверное, знаете, что каждая книга, когда издается, то издательство осуществляет обязательную рассылку в Государственную книжную палату и в ряд ведущих библиотек. Это что-то порядка 22 или 25 экземпляров сразу с тиража уходит. Вот такого рода деятельность, она не прекратилась. Поэтому, если сейчас хорошо порыться в каталоге, допустим, какой-нибудь Ленинке, можно найти что-то такое, что было кем-то издано, но потом уже прочно забыто. А ваша самая популярная работа какая? Самая тиражная, самая востребованная? Вы знаете, тут просто какая-то удивительная вещь. Никогда не думал, что эта работа будет самая востребованная. Узнал об этом тоже совершенно случайно, в связи с тем, что Ленинская библиотека делает крупный портал, который называется Национальная электронная библиотека. Так вот, моя монография, которую я хочу подарить, вошла в список изданий, которые в эту НЭП войдут. Но никогда не думал, что эта работа, написанная самым заумным, самым тяжелым, самым научным языком, вдруг окажется вот такой популярной. Вы можете ее предъявить? Давайте этот торжественный момент сейчас все вместе и переживем. Я хотела сказать слова благодарности Константину Михайловичу, что он сегодня гость нашего проекта, нашей библиотеки. Для меня это человек, который не в потоке, а который идет своей колеей, своим путем. И всегда мнение Константин Михайловича по вопросам региональной культуры, политики региональной культуры, мне всегда интересно и симпатично, потому что это мнение, этот взгляд, он всегда очень индивидуален, выверен, и очень, как сказать, хороший вектор всегда имеет ваш взгляд. Не популярный, а вот именно выверенный вот тем базовым образованием в культуре, которое вы получили и которое вы демонстрируете нам. Спасибо большое. Книги ваши есть и в нашей библиотеке. И мы с удовольствием выполним работу. Мы можем заключить с вами от имени Национальной электронной библиотеки лицензионные договоры и передать ваши работы на этот портал. И книги будут доступны во многих библиотеках России. Вот так и принимаются решения на ваших глазах, прославленных выпускников. На самом деле их очень много. И я вот сейчас просто в растерянности от того, что перечисление имен может занять а, много времени, б, не дай бог я кого-то упустил, вот чтобы потом обид не было. Но могу сказать, что новосибирские музыканты представлены во всех ведущих оркестрах и оперных театрах Европы, мира и России. Ну, например, кинопостановку оперы Травиата, наверное, видели. Кто помнит, кто поет Травиату? Наша выпускница Этери Гвазалов. Это лучшая Травиата в мире на сегодняшний день. В киномире это лучший фильм. И лучшая роль. Но еще из таких вот парадоксальных вещей в свое время Новосибирскую консерваторию закончил великолепный, яркий, очень талантливый режиссер Вальдемар Нельсон. Так вот, Вальдемар Нельсон был главным дирижером самого вагнеровского, самого антиеврейского байрейтского театра в Германии. Это сердце романтической оперы всей Европы. Попасть туда на сцену уже огромная честь. А работать там в качестве дирижера и художественного руководителя, не будучи при этом немцем, это вообще нечто удивительное. Ну вот, два таких примера. Ну, скрипачей вы наших знаете, конечно. И Репина, и Венгерова, и Антона Бараховского знаете. А Певцов, простите, пожалуйста. Певцов? Ну, допустим, Галузин. Вот. Он, кстати, собирается к нам приехать. Маринки? Да, да. Там же в Маринке Юра Олежков. Это, кстати, мои однокурсники. Вот эти ребята. Когда ковысь они будут? А? А когда ковысь? Ну, если все пойдет нормально, то я думаю, где-то в начале следующего года, весной, он, наверное, здесь окажется. Певцов и певиц на самом деле много. Я просто сейчас не буду их всех перечислять. Много. Есть выдающиеся пианисты. Причем работающие в разных местах. Начиная вот с знаменитого американского Джулиарда, заканчивая ведущими филармониями Европы. Кстати, один из них, Игорь Леснянский, у меня курс анализов проходил. Вот он у меня учился когда-то. Ну, много, много таких людей. А в Новосибирске, простите. В Новосибирске? Да, которые остались. А, ну так здесь работают фантастические просто люди. Тут даже перечислять было бы неправильно. Точнее, я так, я назову в цифру. Симфонический оркестр имени Кацин. 99% людей, которые сидят в оркестре, это выпускники Новосибирской консерватории. Симфонический оркестр, то есть оркестр оперного театра. Все наши. 85% певцов, которые выходят на сцену оперного театра, наши. 80 примерно процентов певцов, выходящих на сцену мускомедии, наши. Консерватория является той кузницей кадров, которая для вот этих вот образовательных, не концертных и творческих организаций, выпускает кадры. Это, собственно говоря, та задача, ради которой было все создано. Поэтому с трудоустройством выпускников здесь все хорошо. Все хорошо в этом плане. Теперь по поводу спонсорской помощи. Ну, давайте сейчас вот еще полгода проживем. Я думаю, крупные какие-то шаги, они будут освещаться прессой. Мы тут кое-что задумали. Я не собираюсь сейчас все вот это вот рассказывать. Не хочу, чтобы раньше времени какие-то слухи пошли. Но помощь выпускники оказывают нам. Оказывают. Вот. И должен сказать, что все с гордостью несут имя выпускника Новосибирской консерватории. Потому что учили здесь по-настоящему. А на этому поводу ходит колоссальное количество сплетен, слухов, каких-то домыслов, совершенно невероятных идей, которые и в кошмарном сне не приснятся. Значит, первое. Для чего кластер не создается? Он не создается для того, чтобы слить различные организации в какое-то одно учреждение под командованием кого-то там, из членов этого партнерства. Он не создается для оптимизации кадров. То есть для сокращения. Он не создается для того, чтобы одни учреждения выполняли функцию других. Чтобы театр вдруг начал кого-то учить, а консерватория начала бы зарабатывать деньги исключительно своими концертами и творческими проектами. Вот для этого он не создается. Просто по умолчанию считается, что руководители, подразделения и организации, которые вошли в этот кластер, все-таки люди самостоятельные. И как бы каждый своей вотчиной-то управлять умеет издержки нынешней системы управления. Вот давайте сравним с тем, что было в Советском Союзе. В Советском Союзе организовывать такой кластер не пришло бы в голову самому буйному сумасшедшему. Зачем? Потому что была единая вертикаль власти. Было Министерство культуры Российской Федерации, которому подчинялись все. Театры, вузы, среднее учебное заведение и музыкальные школы. Все было в одних руках. Поэтому организовать логистику, экономическую логистику вот этого вот всего устройства, внутреннего хозяйства, культуры, было гораздо легче. И это были гораздо более рациональные шаги. Теперь у нас три уровня бюджетов. Федеральный, региональный и муниципальный. У нас теперь все организации подчиняются разным начальникам. Вот четыре федеральных учреждения, создающие классик, подчиняются непосредственно Мединскому. Но филармония, колледжи и еще ряд структур, они подчиняются областной администрации. А что касается музыкальных школ, они все подчиняются муниципалитетам. У всех разные карманы. И скудность вот этих денежных ручейков, эти карманы, у всех разная. Чем ниже уровень власти, тем меньше денег. То есть кластер, я так понимаю, будет помогать, например, в Карасуке музыкальной школе, выйти из помещения, которое гниет, где дети дышат гнилым воздухом, в более пригодное помещение, что ли? Нет, конечно. Не поможет. То есть Карасукская школа... Но мы можем по-другому поставить вопрос. Мы можем поставить вопрос о том, чтобы вот этих вот выдающихся детишек, духовиков из Карасукской школы взять на какое-то время на довольствие и перевести учиться, допустим, к Марченко в десятилетку, вот к этим педагогам высшего уровня, которые могут их научить гораздо большему, чем они вот в своей школе научатся, как говорится, своим человеком. Это как в спорте, да? То есть мы будем готовить олимпийцев, безусловно, это делать нужно. Но массовый спорт остается за бортом. Ну почему за бортом? Обязанности областной администрации по поддержанию штанов-то никто не отменял. Я вам рассказываю, что мы зимой выезжали в Чулы. В Чулы мы просто затопила и гнила музыкальная школа, и стояли новые инструменты. Вот после нашего выезда, эта общественная палата выезжала, в школе нашли помещение. Школа просуществовала, ну работала в этом помещении полгода, и у нее опять это помещение начинают изымать. То есть вот сегодня в Карасук, там Чулы, еще ряд школ, они вот находятся вот в таком положении, что музыкальных инструментов нет, помещений нет, ну и по педагогам нет, и ряд других проблем. То есть вот это как раз массовое музыкальное эстетическое образование, оно будет получать поддержку через замечательные классы. Ну видимо будет, потому что, видите, на самом-то деле, таких примеров, это вся Россия. Зайдите в ту же консерваторию, я каждое лето нанимаю верхолазов, обколачиваем куски фасада, чтобы кому-нибудь на голову не упало. Да, да, то есть все равно готовить будем олимпийцев. Будем готовить и олимпийцев, и резерв, потому что ну как без резерва? Вот вы понимаете, вся беда как раз в том и состоит, что представление в центре долгое время, оно только сейчас начинает меняться, напоминало такую улицу с односторонним движением. И причем вся страна на это сориентировалась сразу же. Родители детей, талантливых детей, живущих где-то на селе, мечтали, чтобы ребенок получил образование и закрепился по жизни в райцентре. А родители детей в райцентрах стремились, чтобы те в областном центре закрепились, а эти стремятся, чтобы они в столице закрепились, либо за рубеж ушли. Это улица с односторонним движением. Она выкачивает ресурсы, но назад-то она ничего не возвращает. Первые шаги в этом плане делаются. Хотя опять же они делаются так, что для людей вот моего поколения, вот старшего поколения, это кажется безумием чистым. Сначала, допустим, уничтожили институты культуры в том качестве, в котором они были в советское время. А теперь во все консерватории раздали по пять, по шесть бюджетных мест на специальность музыкальная педагогика. До музыкальных педагогиков сотни нужны. Только другое дело, что сейчас получается, выпустили вот эти вот пять человек и сказали, ну вот иди, на тебе великая ответственность и великая миссия просветителя учителя жизни. Будешь сеять разумное, доброе, вечное. Даже если он искренне хочет это делать, вот приезжает он в тот же Карасу, да? Дерев, что ты тут делаешь? Нагрузки под тебя нет, учеников под тебя нет, будешь получать три копейки, жилье иди найди сам, потому что жилья служебного для тебя нет. А вообще, чтобы не отсвечивал, ехал бы ты отсюда и получается так, что человек с высокими идеалами совсем на свете вот выходит в жизнь, а жизнь ему наотмашь по физиономии. Вот таким вот образом. Поэтому сейчас делается следующий шаг. Но, к сожалению, в государственном все проворачивается с огромным скрипом. Сейчас организуется система контрактного обучения. Но не так, как это было вот при Ельцине. Потому что я видел проект закона о контрактной подготовке и видел проект договора по этой контрактной подготовке. Так это, знаете, отмазка для лентяя получить за государственный счет диплом и ничего не делать потом. То есть он составлен так, что организация направляет человека, оплачивает ему обучение, а дальше человек решает сам, а ехать ему отрабатывать или нет. То есть причин, указанных в договоре документальном, по которым он может не ехать в разы больше, чем оснований, по которым он должен таки выполнить свой долг. Поэтому сейчас создается усовершенствованная система. Поэтому сейчас... Кстати, вы помните, по Новосибирской области было совещание по контрактной подготовке. Совсем недавно было. И вот тут, наконец, прошла та мысль о том, что контрактник, если он не возвращается на свое место, восполняет все затраты на его обучение, не только стипендию, но и то, что связано со стоимостью самого обучения, и тогда все, свободен как птица, идти куда хочешь. Но цель вот этой контрактной системы не в том, чтобы кого-то куда-то задвинуть, куда он не хочет, и бросить там навек. Цель в другом. Это ответственность государства, в первую очередь, потому что государство должно создать условия для того, чтобы этот человек не влачил жалкое существование в каком-нибудь там Крыжополе, понимаете, а в том, чтобы он нашел там свое место, чтобы он мог заработать деньги, чтобы он чувствовал себя нужным, чтобы у него чувство собственного достоинства ущемленным не было. Вот что нужно создать. А это депутатам очень сильно надо потрудиться. Но я так смотрю, пока в депутатском корпусе никто не за. Отчисляется по разным причинам, в том числе и за неуспеваемость. Это нормально. Хотя я постоянно получаю трепку в министерстве, потому что сейчас у нас подушевое финансирование. И если я этих людей выгнал, то это означает, я зарплату у педагогов отнял. А я им говорю, а как насчет того, что вы учите бездарь, которые потом ни дня по специальности работать не будут, это нормально? На то мы расходимся. Ну так вот, смотрите, из этих вот 60, кто закончил, половина лауреаты и дипломанты всероссийских и международных конкурсов, в том числе самых престижных. Из этих 70, кто закончил, треть уезжает сразу. Вторая треть, это наши признанные коллективы, кто остается. Оставшиеся, это в основном нищие музыковеды и концертмейстеры, о которых как раз государство, бизнес никогда о них заботиться не будет. Но это как раз те люди, которые приходят учить ваших детей. Вот именно на них нужно обратить внимание. Но государство упорно. А я вам объясню, потому что в государственных школах, смотрите, вот у меня закончил, допустим, волтернист, или даже еще не закончил, учится на каком-нибудь четвертом курсе, сидит, играет в оркестре кацин. Знаете, какая у него зарплата? Сразу там. 50. Неплохо для студента, да? 50. Или около того. В зависимости от того, сколько он сыграл соло, сколько он там посетил концертов, заканчивает у меня лауреат международных конкурсов по научной деятельности, по своей музыковед, и приходит он в государственную музыкальную школу. Знаете, какая у него зарплата? Знаю. Прожиточный минимум. Знаю. Прожиточный. Кто пойдет? Зачем? Так, трагизм ситуации, я согласна, что у нас дети. То есть наш татт-тренд, универа тоже по... Да, наш татт-тренд, как у университетских студентов, по необходимости, он туда развернул. Не для того, чтобы люди здесь получали образование, а для того, чтобы наши ребята учили там кого-то где-то за 3-9 земель, поднимали там их культурный уровень и прочее. Вот в чем беда. На каждом совещании в министерстве... Это государственная политика. Это чиновникам говорят. Это антигосударственная политика. Это по отношению к молодежи, это понятно. Но тренды очень любят. Люди хотят учиться. Люди хотят учиться. Вот понимаете, какая штука? Еще одна вещь. Я вот уже говорил о том, что трагическая судьба институтов культуры, она еще не раз аукнется. Дело в том, что мы готовим-то людей, которые учат не каждого. Не каждого учат. Этому искусству не каждого можно научить. Не каждая мать согласится, когда к ней придет учитель ее ребенка и скажет, что у вашего ребенка талант, ему надо не ходить в бассейн, не заниматься кино, не ездить по Мальдивам, никуда еще. Ему надо пахать с утра до ночи. И тогда к 16 годам он победит на конкурсе и годами нужно. Диагноз надо поставить ребенку. Я согласна.